5 причин не заводить корги. Первая причина это, скорее всего, покусывание корги. Вторая причина это стоимость, естественно. 5 причин не заводить корги. А перед этим нажми на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Подпишись и, конечно, комментарий. И вам не сложно, и мне приятно. И таким образом вы помогаете моему блогу развиваться и показываете, что мой контент, который я выпускаю вам, интересен. Ну и, конечно, у меня много чего интересного и иногда скандального. 5 причин не заводить корги. Первая причина это, скорее всего, стоимость. Потому как корги очень много стоят. Ну, в Украине у нас стоимость корги с документами, со всеми прививками и так далее. Где-то стоимость корги примерно от 65-70 до 100-120 тысяч гривен. Есть корги, конечно, дешевле за 20 тысяч, но там надо проверять. Потому как, скажем так, не всегда, чтобы не попасть на мошенника, не всегда это может быть, скажем так, доброкачественные, добросовестные сами заводчики. Так как вот я слышала, что вот у одной девочки, у моей знакомой, есть подруга, которая купила корги. Она заплатила 80 тысяч гривен, но она не знала, что есть мошенники. И когда щеночек вырос, что вот вроде корги, все, но без документов. Я вообще была в шоке, когда выросла собака, понятно было, что ей подали дворняжку без бумажки и за цену, как породистая корги. Хотя все они, когда маленькие, они все похожи на корги. Заводчик не отвечал потом, эта девушка-заводчик типа. Ну, короче, жесть. Так что, в первую очередь, стоимость. И надо, конечно, понимать, что есть мошенники. Об этом потом поговорим. Так, второе. Много едят, они очень прожорливые. Это, есть вот два вида корги. Это пищевики, ой, два вида собаки. Это пищевики и игровики. Что это значит, сейчас быстро расскажу, пробежусь. Игровики, то есть вы можете изучать команды, там, дай лапу, сидеть, лежать, стоять, зайчик. Через игру с собакой. А вот у нас пищевик, мы ее через вкусняшки, лакомства, то есть дай лапу, получила вкусняшку. Это нам рассказывал кинолог, что у нас пищевик. Вот. И они очень, они просто прожорливые. Вот реально, вот миска стоит котячей едой, сухой, сухим кормом. Собака пойдет свою поесть, собака пойдет поесть еще котячью. И мы начали это пресекать, потому что просто жесть. У нас еще, кстати, собака, они такие с характером корги. И вот у нас она очень не агрессивная, а скорее, ну, что-то вместо, между жадина и собственницей своего места. То есть, допустим, она не подпустит к воде кота или к еде котячей. Короче, к еде и к воде кота. Хотя это его еда и вода. Мы это начали тоже пресекать. Так, то есть, они очень много едят. Вот ты им даешь вкусняшку, неважно что, они будут постоянно есть, есть, есть. То есть, надо в первую очередь сотреть то, что написано на пачке. Но это не пачка, это другая пачка. Вот тут в конце написано, сколько, например, надо собаке кушать всего за день. Это надо учитывать. Плюс это все написано всего, что влажный, сухой корм и вкусняшки. Вот это все написано на пачке. Вот здесь вот на собачьем и котячьем корме. Потом самое главное, это, конечно, контролировать, что ваша собака ест. У нас, блин, мы не можем никак отучить, чтобы она ничего не ела на улице. Они умеют охранять территорию, это да. У меня знакомый купил корги и говорит, блин, я смотрю, это ж маленькая овчарка, но она не охраняет. Я говорю, вообще-то корги, они не охраняют территорию. Они, блин, мало весят. Там всего 15 или 18 килограмм может весить собака. До 15 или 18 килограмм. Что она будет охранять? Как я всегда шучу, если зайдут к нам воры, то корги встретят их радостным взглядом, лицом, мордочкой, виляя хвостиком. И проходите, проходите, проходите. Я вам сейчас расскажу, где у нас тут сейф лежит, где деньги, где документы, украшения и все драгоценности, которые вы можете унести. Пока-пока, хорошего дня. Ну, то есть они очень не зря называют их компаньонами. Собака-компаньон, потому что это собака, которая не будет охранять территорию. И тем более, в первую очередь, она очень мало весит. Это не овчарка какая-то или не добермана или какая-то алабай. Ну, как бы надо, когда вот покупаешь, хотя бы понимать головой, что мозгами, что если маленькая собачка там весит 100 кота, то понятное дело, что она не может охранять территорию. То есть я вообще не понимаю тех людей, которые покупают корги для того, чтобы она охраняла. Одним словом, жесть. Что еще? Как я в своем видео рассказывала о том, что шерсть, они очень длиняют. Вообще корги должны линять два раза в год. Но я смотрю на свою собаку и думаю, господи, боже мой, она линяет чуть ли не каждый, не то, что каждый день. Она линяет каждую секунду. Просто она линяет круглый год. Как говорится, зимой, летом одним цветом, да. А вот она вот круглый год линяет, 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 линяет. Конечно, ленька учащается летом и осенью. По тому, как они скидывают свою шубку. Но она постоянно линяет. То есть это надо учитывать. Потому что у нас робот-пылесос каждый день ездит и убирает. И не по одному раза, даже по два, по три раза. Так что это надо учитывать, когда берете собаку. Шерсть везде будет. Там на ваших чашках, в тарелках. Везде. Шерсть, да. И надо, кстати, самое главное, купить средство, которое чистит трубы. То есть заранее подготовиться, как скажем так. Они очень бесстрашные. Я как-то читала, когда характеристику изучала Корги. Вот Корги бежит к какому-то Алабаю или к ковчарке. Такая, а, привет, давай играться и тому подобное. Но ты уже посидел? Как я говорю, знакомая говорит, «Так не видно, что ты посидела». Я говорю, я покрасилась блондинку, как бы и не видно. Вот, я вот реально, вот ты думаешь, «Господи, она сейчас это вот…» То есть они реально бесстрашные. Ты вот думаешь, что, «Господи, сейчас эта собака что-то сделает моей собаке». Они вообще бесстрашные. Просто вот Корги реально бесстрашные. Но поскольку это пятый пункт, а я еще, остался еще один пункт, это будет шестой бонусный. Кусание. Поскольку собака Корги, точнее, поскольку собака породы Корги, Это пастушья собака, то есть вы их выводили для вас как пастухов, то есть пасть овец. И у них в ДНК, в ДНК подсознании заложено то, что надо покусывать. Она кусает в основном, вот вы идете, она может вас укусить за пятки, и это надо пересекать сразу с чинячьего возраста, я об этом знала, и уже была готова, и начала пересекать к собаку с чинячьего возраста, что нельзя кусать нас, она моего мужа кусает, немножечко покусывает, потому как он не говорил такие команды запрещающие, что нет, нельзя и тому подобное. Но меня она знает, что кусать нельзя. Вот, и, наверное, еще седьмой пункт добавлю, бонусный. Они очень, поскольку энергичные, гиперактивные, у них проблемы могут быть с лапками, потому что туловище длинное, а лапки коротенькие. Из-за этого, ну, надо аккуратно ходить, готовиться к тому, что если у вас, ну, собака что-то... Короче, если она будет бегать, она может себя сама травмировать. Вот у нас такая штука была. Я об этом, кстати, видео записывала, рассказывала. Не забывай подписываться и, конечно, ставить колокольчик, для того, чтобы ничего интересного не пропустить. И, конечно, комментарии. Кстати, какие факты вы знали о Корге, которые я перечислила в этом видео, напишите внизу в комментариях.